Дорогие друзья! Всех приветствую! Я нахожусь в Анталии. Вы узнаете, это набережная Коньялты. И за моей спиной пляж отеля Порто Белла. Вот это белые зонтики новые. Это пляж отеля Порто Белла. Хочу сегодня поплавать на их пляже. Вот спускаюсь по лестнице. Конечно, обитатели отеля не ходят по лестнице. Они идут через подземный переход. Я это покажу в одном из своих видео. И видите, пляж называется Галичный. Но здесь практически песок. Крупный песок и мелкая галька. Обещаю дождик в понедельник или во вторник. Но, может быть, у нас его и не будет. А пройдет где-нибудь в Кемере. Не хотелось бы никакого дождя. Если будет дождь, то обязательно поеду куда-нибудь на экскурсию. Сегодня очень теплая вода. А вы здесь купаетесь? Нет, вчера теплее. Вчера еще теплее было? А, вчера была вода равно. Сегодня прохладнее. Вообще ли солнце лежит? А мы купаемся. Вот там Буачай. Так там прохладнее вообще вода. И в ту сторону прохладнее. Серьезно? Серьезно. Ну, говорят, что вот это место самое теплое вообще. Но я обнаружила, что самое теплое возле Порто Беллы. Ага. Я поняла. Порто Белла подогревается. А, ну, Буачай, там все втихает. Там уже течение холодное. Там же течение, кажется, нет? Если бы течение нет, то там... Буачай, вот улица. А что Буачай? Вот ресторан Ревьера Черный. Там же Буачай? Нет, что вы. Мы живем на Буачай. А, да? Буачай, это вот там получается? Да, вот черное здание. Ага, вот это Буачай. Да. Так и мы считаем, что наши квартиры возле Буачая. У нас не там. У нас чуть-чуть. Ну, короче, вот там холоднее. Вы там апартаменты снимаете. Ну, там чуть-чуть холоднее, да. А в целом этот район теплее, чем вся Анталия. Вся Анталия. Даже веселое побережье. Нет, у нас тоже. Так нам поделись, Баста. У вас... Ух ты, какие вы молодцы. Молодцы. Ну, на лето. Летом даже мне не нравится, а вот в Массентисе, да, в октябре приедем. Там же мне было этой жары. Сейчас уже многие начинают приезжать. Вот на месяц, на два. Октябрь, ноябрь. Да слава богу, с этой портелье еще выпустили. Все пустили. Все пустили, а то у нас уже хайка в правную зону внесли. А, вы с Украины, да? Ну, нафиг Украина, не знаю. Ну, там говорят, все работает. У нас эти ненормальные. Им что хотят, что у них придумают в голове. То у них не сделают. Нас не заносит, немножко занесло. Что-что? Говорю, заносит немножко в ту сторону. А сколько там апартаменты стоят снять? А у нас отель. А, отель. А, это у вас тысяча триста за сколько дней? На сутки. На сутки. Тысяча триста... Лир? Лир? Рублей. А, я же не понимаю, как перевести это. А, ну, в лиры... Хотя бы в доллары. Или в лиры, или в долг. Ну, в лиры можно? Да, в лиры. Сто лир получается. А, это двенадцать долларов. Сто три лиры, да. А, так это вообще халява. Двенадцать долларов это вообще... Это халява. Это очень... Это была очень... Самая дешевая тройка. Это вообще... А, это троечка, да? Да, да, на протяжении многих-многих этих... Да. Ну, мы и смогли, просто такой цена вообще. Ой, да у вас в Украине еще дешевле. Это классно. У вас отели дешевле продаются. Ну, и как вообще троечка вот эта... Я туда второй раз. Мне нравится расположение. Расположение, а со мной... Все, переночевайте все. Номер чистый. Все нормально. Тараканов нет, никаких макриц нет. Вообще. Балкончик мини, но там можно все сушить. Ага. Есть кондиционер. Ага. Ну, нормально. Санузел отремонтированный. Кушать здесь дешево. Да, единственное, не знаю, может кто-то посчитает, что это минус. Ну, например, людям нормально. Пишут, что номера убирайте, пожалуйста, сами. Во избежание контакта. Мне кажется, за эти деньги можно и раз убрать. Там только вынести то, что ты поел, эти бумажки, да? Да, и подмести, господи, это вообще... А подмести, так это раз в неделю. А перелет сколько у вас тогда? Ну, мы же по путевке вместе. По путевке, путевке. А, это у вас туда входит, вы не берете отдельно. Мы же просто самолетку взяли. Вот, если 1300, входит, наверное, и перелет. Так, подождите. А, нет, боже, на то очень хорошо. Сейчас я посчитаю. С перелетом получается 1600. 1600, вообще. Ну, это очень ешь. Да, конечно, можно приехать и на месяц. А на сколько вы прилетели, получается? Сколько? Вот и я, и подруга, мы одинаково как договорились, на 21 день. Ну, и правильно, самое классное. Идеально. И оздоровиться, как и говорят, минимум надо на 3 недели. Да, конечно, да. Вот оно и есть. А то неделя ничего не почувствуешь. Видишь, получается, здесь самотек, знаешь? Ну, да. Это вам повезло. Ну, возле Портабелла, как Санка и говорила. Вас уже инструктировали, да? Нет, это у меня, короче, родной брат. Вот это он купил недвижимость, потом мы купили, ну, вместе мы живем. Слушайте, тут дорогая такая недвижимость. Да, здесь все дорого. Да, не недешево. Ну, здесь, давайте так, здесь... Ну, тут район хороший. Нет, здесь из-за чего тоже. Она не продается пустая. Она продается сделанная, с ремонтом. Ну, понятно, да. С мебелью, с какой-то. Ну, и все равно расположение у вас хорошее. Расположение, да. Перед тем, как покупать, это все просуривание. Ну, а если не секрет, какая у вас там площадь? А там, получается, у нас... Ну, они пишут... Один плюс один, но они же берут балкон вот это вот у нас. Да, они все суммируют. Все вместе, да? Сколько у нас, по-другому? Нет, меньше. Около 60. В Тапу. В Тапу. Ну, это еще хорошая площадь, да. Ну, мы же еще, смотрите, тоже играет роль, надо брать только с газом. Электричество вы попадете очень дорого. Мы же тоже узнавали, что как? Газ вы сами топите, как вам нужно, теплее, горячее, это... Ну, как у нас, вот, к примеру, да, вот, когда холодная вода, и вы сами подогреваете. Вот. Если у кого свет, эти квартиры сразу дешевле. Но вы потом будете суммы большие платить. То есть, даже покупать, только с газом. Ну, где-то сэкономите, да, а потом только... Да, сэкономите на цене, но вы попадете. Ну, это понятно, конечно. Электричество тут очень дорого. И сколько, вы меня извините за... Квартира? За вопрос, да. Стоило? Да, за сколько? 70 тысяч. Семьдесят тысяч. Чего? Мы нам сделали... Была евро, 75. Мы перебили и сделали 70 тысяч долларов. 70 тысяч долларов, да. Ну, отлично. Ну, это мебель у нас вышла, все. То есть, она была пустая, мы нам купили, все новое. Мы заказывали, она нам показывала. Это так просто... А в каком доме у вас от себя не видно? Три тысячи долларов. Нет, знаете, там базар есть. Ну, самый большой базарчик вот тут по вторникам. Ну, да, конечно, было. Вот в том районе, да, ну, совсем близко. Да, да, вот семьсот миллионов. Ну, какие вы молодцы, молодцы, правильно сделали. Да, дай бог, чтобы у нас у всех была возможность, знаете, купить вот такую недвижимость, приехать и вот это. Не, ну, за такие деньги, слава богу, что такая возможность здесь приехать, вам, вам вот тоже. Я говорю, вот тоже наших родителей взять, но у них возможности, давайте так, нету. Ну, они летают хотя бы отбирают? Да, никуда не летают, конечно. Не, ну, нас... Слушай, старенькая, моих родителей уже нет, а его мама старенькая. Нет, это дело не в том, у нас даже, как, пенсионеры не могут себе позволить. Вот в Украине, ну, никак не могут. Им такие бы сделали в пенсии, по две тысячи. Это давай на доллары, сколько это? 70 долларов. 70 долларов. Нет, ну, ты не забудь, что мама сейчас, она же из квартиры, она не полетит, у нее давление, она себя плохо чувствует. Она здесь себя будет чувствовать хорошо, она просто не знает этого. Ну, да, может быть, да, мы еще... Ну, никогда не было из-за гранд, пошли, она... У нее вообще, она никогда не летела, и она... Никогда не летала, и она вообще не хочет. Да, она не хочет, она еще тех времен, которые, знаете, непробиваемый Советский Союз дома и больше никуда. Да. Даже в санаторий никуда. Жалко, наше старое поколение, что они этого не видят. Ну, да, ну, ей уже 82 не были. Ей было на даче, поработать где-то. 82, ей бы поработать. Ей тяжелую, давление у нее бахкает, поэтому... Ой, какая красота. Шикарно, просто шикарно. Так, где моя подруга потерялась? А, вон она физкультуру делает на пляже, видите? Не, ну, а цена вообще халяк. Вот так, жить. Вы мой отель имеете в виду? Да, да, да. Нет, шикарно, очень. Мы даже не думали, что как может быть. Мы не думали, что как может быть, да. Знаете, где отель находится? Вот площадь Матрешек, вы же мимо. Да, да, да. Прямо на площадь... На площади Матрешек. Часы там... Классно, классно. И потом там за углом остановка, можно куда хочешь отъехать. Да, и там кафешек уча, гуляли мы вчера. Ой, какая красота, да. И дешево очень. Да, да. Ну, хорошо, отдыхайте. Хорошего дня вам, до завтра. Оксана, у нас приплываете полтора часа, вот здесь разовариваются. А-а-а. И мы думаем, как так можно? А вот, кажется, можно. А не компанией, вот так вот, мы там, и разовариваются. С кем еще поговоришь? О, вот они буйки, надо же доплыть до буйков. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова